Здравствуйте! На прошлом уроке мы начали с параметрических уравнений х равно 3 cos t и у равно 2 sin t. Затем мы выполнили несколько алгебраических действий и избавились от параметра t. И в результате мы получили обычное уравнение с двумя переменными, которое оказалось уравнением эллипса. Вот такое уравнение у нас вышло. х в квадрате делить на 9 плюс у в квадрате делить на 4 равно 1. Мы нарисовали также график этого уравнения с вами. И вот что у нас получилось. Давайте посмотрим на график с предыдущего урока. Что это вроде этого эллипса? А зачем тогда, вы спросите, вообще нужны параметрические уравнения? Вот это уравнение с двумя переменными х и у представляет только фигуру, а не саму траекторию движения. А в этих уравнениях параметр t показывает местонахождение объекта в определенное время. Именно для этого и необходимы параметрические уравнения. Так, к примеру, время идет, а мы движемся по этому эллипсу. Время идет дальше, и мы продолжаем движение по эллипсу. Из этого всего следует вопрос. Будет ли это единственная пара параметрических уравнений, которую можно преобразовать вот в это уравнение с двумя переменными? Возможно ли существование других параметрических уравнений, которые показали бы такую же траекторию движения? Мой ответ – да. Давайте рассмотрим несколько примеров таких уравнений. Точнее, мы рассмотрим их целое множество. И в результате вы поймете, что параметрических уравнений, которые бы описывали такую траекторию, очень много. Итак, вот у нас первая пара. х равно 3 косинус 2t, у равно 2 синус 2t. Как и на прошлом уроке, давайте выразим из этих двух уравнений косинус 2t и синус 2t. Итак, давайте разделим оба уравнения на 3 и 2 соответственно. Если мы разделим первое уравнение на 3, то мы получим х делить на 3 равно косинус 2t. А если мы разделим второе уравнение на 2, то у нас получится у делить на 2 равно синус 2t. И теперь мы снова используем основное тригонометрическое тождество, как и в прошлый раз. Итак, синус в квадрате t плюс косинус в квадрате t равно 1. И если это равенство истинно, то и следующее также будет истинным. Значит, мы можем сказать, что синус в квадрате 2t плюс косинус в квадрате 2t также равно 1. Все правильно, если у нас здесь синус в квадрате чего-то плюс косинус в квадрате этого же чего-то, и это что-то, как вы поняли, может быть и 3t, и 4α и т.д. Это будет равно 1. Главное, чтобы и синус, и косинус был одного и того же угла. Следовательно, если это равенство истинно, то вот это выражение мы можем представить вместо косинус в квадрате 2t, а это выражение вместо синус в квадрате 2t. Таким образом, мы получим у делить на 2 в квадрате плюс х делить на 3 в квадрате равно 1. Что же получается? А получается то же, что и на прошлом уроке. х в квадрате делить на 9 плюс… я просто поменяла местами… плюс у в квадрате делить на 4 равно 1. И какой же вывод можно сделать? Обе пары параметрических уравнений описывают одну и ту же траекторию. И здесь возникает вопрос, а чем же они все-таки отличаются? На прошлом уроке вот для этих уравнений желтого цвета я здесь их записывала, и мы составляли таблицу и отмечали точки на графике. Давайте то же самое сделаем и для этой новой пары уравнений. Итак, давайте я перепишу эти уравнения вот сюда. Значит, х равно 3 косинус 2t, у равно 2 синус 2t. И теперь нарисуем маленькую табличку. Вот наша таблица. Здесь у нас будут сейчас t, х и у. Давайте возьмем те же самые значения t. 0, π на 2 и π. Итак, если t равно 0, то 3 косинус 2 умножить на 0, это значит 3 косинус 0, а косинус 0 и 1, значит, 1х3 – это 3. Здесь мы пишем 3. Теперь, если t равно π на 2, то 3 косинус 2 умножить на π на 2, то есть это 3 косинус π, а косинус π равно минус 1, значит, минус 1 умножить на 3 равно минус 3. Записываем минус 3 сюда. А если t равно π, то 3 косинус 2 умножить на π, то есть 3 косинус 2π, а косинус 2π то же самое, что и косинус 0, и, следовательно, косинус 2π равен 1. Значит, 1 умножить на 3 равно 3, и здесь мы пишем 3. А что у нас происходит с у? Итак, если t равно 0, то 2 синус 2 умножить на 0, то есть 2 синус 0, а синус 0 – это 0, значит, 0 умножить на 2 равно 0, и здесь мы пишем 0. Теперь, если t равно π на 2, то 2 синус 2 умножить на π на 2, то есть 2 синус π, а синус π – это 0. Следовательно, 0 умножить на 2 равно 0, записываем 0 сюда. А если t равно π, то 2 синус 2π, а синус 2π – это то же самое, что и синус 0, и, следовательно, здесь у нас будет тоже 0. Одни нули. Итак, что происходит? Как вы понимаете, эти две пары параметрических уравнений описывают одну и ту же фигуру, вот этот эллипс. Но если мы посмотрим на первую пару уравнений, то здесь при t равном 0 у нас была вот эта точка с координатами . А при t равном π на 2 у нас была эта точка. А если t равно π, то точка получается вот здесь. И мы отметили эти точки на графике, чтобы выяснить направление движения объекта. И мы нашли, его движение идет против часовой стрелки. А что происходит здесь, в этих параметрических уравнениях? Если t равно 0, то точка будет иметь координаты 3, 0, как и в предыдущих уравнениях. Другими словами, движение для обеих пар уравнений начинается с одной и той же точки. Точнее, не начинается, мы можем начинать движение с любой точки, но если мы определим данную точку как начало движения, то в обоих случаях движение начинается с одной и той же точки. Продолжим. Я возьму другой цвет, который я еще не использовала. Итак, при t равном π на 2 у нас будет вот эта точка . Итак, t равно π на 2, и мы окажемся вот в этой точке. Обратите внимание, в первом случае от t равным 0 до t равным π на 2 мы прошли вот такой отрезок пути, то есть четверть эллипса. А в данном случае от t равным 0 до t равным π на 2, какое расстояние мы преодолеем? Мы пройдем половину эллипса, то есть отсюда до вот этой точки. Аналогично и далее. В этой паре уравнения от π на 2 до π мы пройдем еще одну четверть эллипса, вот это расстояние. А во втором случае от π на 2 до π мы пройдем уже вот такое расстояние, еще половину эллипса, до стартовой точки. Таким образом, вы уже поняли, форма траектории движения в обеих парах параметрических уравнений будет одинакова, но согласно этой паре уравнений объект будет двигаться в 2 раза быстрее. Другими словами, темп движения будет в 2 раза больше. Если t увеличивается от 0 до π на 2, то мы пройдем только четверть эллипса, а здесь при увеличении от 0 до π на 2 мы проходим половину пути, половину эллипса. Обе пары параметрических уравнений можно преобразовать в одно и то же уравнение с двумя переменными, и мы получим одну и ту же фигуру. Но вследствие этого мы теряем определенную информацию. Где будет находиться объект в обозначенное время? Какой темп движения этого объекта? Мы не можем этого сказать, исходя только из уравнения с двумя переменными. Теперь, я надеюсь, вы поняли, для чего нужны параметрические уравнения. Мы также можем записать параметрические уравнения, которые бы показывали другое направление движения. Ну, допустим, если мы поставим здесь минус и здесь минус, , то направление движения поменяется на противоположное. И вместо того, чтобы двигаться против, объект будет двигаться по часовой стрелке. А теперь еще одно, о чем, возможно, вы хотели спросить еще в начале видео. Здесь мы преобразовывали два параметрических уравнения в одно уравнение эллипса с переменными х и у. А возможен ли обратный процесс? Можно ли это уравнение преобразовать в два параметрических уравнения? И теперь, я так думаю, вы уже понимаете, что ответ будет «нет». Поскольку в данном уравнении нет той информации, которая необходима для записи вот этих или этих двух параметрических уравнений, или просто любой пары параметрических уравнений. Я имею в виду любые уравнения, такие как х равен 3 косинус чего-то умноженного на t и у равен 2 синус чего-то умноженного на t. Вместо чего-то я поставила вот такие значки. Здесь должны быть одинаковые значения. Все такие параметрические уравнения будут сводиться к одной и той же фигуре, то есть к этому уравнению эллипса. Таким образом, вы можете преобразовать параметрические уравнения в уравнение с двумя переменными, но обратный процесс невозможен. Вам, конечно, удастся составить первое уравнение, но никак не второе. И чтобы довести дело до конца, давайте разберем очень простой пример составления параметрического уравнения. Иногда попадаются такие задания. Давайте начнем с обычной функции от х. Предположим, у нас есть уравнение у равен х в квадрате плюс х. Я только что его придумала. Наше задание – преобразовать данное уравнение в параметрическое. Часто людям кажется, что это задание очень тяжелое, поскольку здесь нет единственного правильного ответа. При преобразовании получится множество параметрических уравнений. Так что сейчас я сделаю нечто сумасшедшее, скажем так. Допустим, х равен… здесь, как видите, у выражен через х, следовательно, х мы можем выразить как захотим через любой параметр. Итак, х равен косинус t минус натуральный логарифм t. Я всего-навсего это выдумала. Это выражение я выбрала наугад. А значит, если х равен этому выражению, то у в данном случае будет равен… и я просто-напросто вместо х подставлю это выражение вот сюда. Итак, у равен косинус t минус натуральный логарифм t в квадрате плюс косинус t минус натуральный логарифм t. Вот мы и выполнили задание. Мы преобразовали это уравнение в параметрическое, или в ряд параметрических уравнений, поскольку я также могу сказать, что х равен t. И тогда чему будет равен у? А у равен t в квадрате плюс t. А вы спросите, какая же разница между этим и этим параметрическими уравнениями? У этих двух уравнений будет одна и та же траектория, что-то вроде параболы, но направление и темп движения объекта будут очень отличаться. Например, у нас есть траектория… Как вы помните, мы все преобразования делали по одному сценарию. А если, допустим, данная траектория описывает окружность? Вот такую окружность. Эта окружность не является траекторией этих уравнений. Сейчас я просто привожу пример. В случае с эллипсом мы рассматривали движения как против часовой стрелки, так и по часовой стрелке. Точно так же и здесь. Мы можем двигаться по кругу сюда и вот сюда. Для этой траектории можно записать все возможные виды параметрических уравнений. Также вы можете сказать, при t равном определенным значениям используются эти параметрические уравнения, а при других значениях t используются другие параметрические уравнения. Вы можете здесь придумать все, что угодно. И, как я уже говорила, этот график не является графиком этого уравнения. Здесь будет парабола. Таким образом, какая разница между этими уравнениями? Обе пары параметрических уравнений показывают одну и ту же траекторию, но направление и темп движения по этой траектории при этом будут сильно отличаться. Ну что ж, надеюсь, что сегодняшний урок был вам полезен. До скорой встречи!